С нами Алена Бурова, тренер по питанию. Доброе утро! Доброе утро, Алена! И мне сразу, я хочу понять, ну, тренер по питанию. Есть, обычно мы слышим, тренер по аэробике, тренер там по каким-то силовым нагрузкам. Тренер по питанию звучит здорово, потому что мне это нравится. Это как бы обещает мне такую историю, что можно просто правильно питаться, не ходить в зал, и всё равно ты будешь молодым, стройным, красивым. Правильно, правильно. Так ли это? Ну, на самом деле, всё равно нужна физическая активность. Конечно, в дальнейшем, когда человек сбрасывает лишний вес, я ему советую идти в спортзал обязательно, чтобы тело стало не просто худым, потому что тело худое и тело красивое, оно две существенные разницы. Конечно, это должно быть всё в совокупности. Ну, понятно, чудес не бывает, поэтому не обращайтесь, друзья. Только здоровым питанием не обойдёшься, но мы-то сейчас будем говорить о здоровом питании, и в этом смысле, что мы сегодня такого здорового правильно приготовим? Мы сегодня сделаем оладья или блинчики овсяные, и для этого нам понадобится 50 грамм овсянки, я её перемолву. Молотая она. Да, то есть у нас крупный помол. Нам понадобится ягода, мы будем туда... Мороженое. Да, вкусное, мороженое, обычное, какая у вас есть в холодильнике. Нам понадобится мёд, творог мы возьмём мягкий, и два яйца, но будем мы использовать два белка, один желток. Это все ингредиенты, извиняюсь, ещё у нас будет молоко. Всё, мы можем приступать. Да, давайте приступать. И вот у нас Юлия хотела попробовать... Да, я, давайте я буду сегодня готовить, в роли повара буду я, но под вашим чуть-чуть руководством. Попробовать, но я имел в виду продукта. Я имел в виду продукта. Мы яйца кладём сюда. Разбиваем, да? Да, вот есть нож, если хотите. Да, я. Давайте я вам помогу, один желток. Ой, накрошила я. А это вот всегда, когда начинаешь... Когда именно? Когда именно эфир. Разбиваешь. То получается, что... То есть мы знаем, что белок яичный, это один из самых усвояемых организмов. А желток не нужен вообще? Желток мы возьмём один. Один желток. Необходимо. Теперь всё это перемешиваем. А молока у нас уйдёт около 100 миллилитров. Сейчас мы посмотрим. Готовить мы будем без масла. До какой консистенции нам необходимо молока добавлять, чтобы жиденько... А вот мы сейчас посмотрим, оно должно быть не такое жидкое, как обычные блины, и не густое, как оладьи. А это вполне реально, приготовить оладьи без масла? Может, для этого нужна какая-то посуда специальная или что-то такое? Мы возьмём антипригарную сковороду, которая обычная, простая. Ну, в принципе, вот, смешали. Хорошо. Девушки, ну, поскольку процесс запущен, мы сейчас позволим себе немножко прерваться. Я объясню, у нас история сложная. У нас там, на улице, корреспондент наедине с работающей бензопилой. Мы очень переживаем. И поэтому нам надо посмотреть, что происходит с Антоном Богдановым в данный момент. Антон, ещё раз доброе утро. Передаём тебе слово. Алексей, Юлия, продолжаем.